Учите протез с удерживанием кнопки. Заряда умной руки хватает на сутки. Инженер-протезист из Москвы учит Виктора Хрящева пользоваться новым протезом. Как брать пластиковый стакан и удерживать силиконовыми пальцами даже такие мелкие шарики? Бионическая киберрука, по сути, микрокомпьютер. Работает от активности мышц. Импульсы поступают через датчики, а управляется с телефона. Можно рисовать, писать, кушать, есть, поднимать предметы быта, то есть поднимать до 10 килограмм. Виктор Хрящев – участник боевых действий в Афганистане. 18-летний выпускник разведшколы попал в группу спецсопровождения. В районе провинции Баграм оказались в засаде. Тюмениц получил 4 пулевых и множественные осколочные ранения в ногу. Остался жив просто чудом. Нас подорвали радиоуправляемым фугасом. Мне оторвало, руку размазало. Я левша сам по себе. Я сидел с автоматом, мне размазала кисть по автомату. Киберпротез для Виктора изготовили на базе Тюменского реабилитационного центра специалисты московской компании из технопарка «Сколково». Комплектующие все российские. Их заказывают на предприятиях «Роскосмос» и «Ростех». Однозначно это полностью российский продукт. Но это точно выгоднее и зачастую это зависит от курса доллара. То есть здесь, если скачки какие-то присутствуют на нашу работу и на нашу стоимость, это, как правило, не влияет. Стоимость бионической руки – более 2 миллионов рублей. Но афганцу высокотехнологичный протез сделали бесплатно. Вообще в 2023 году протезами будут обеспечены более 2,5 тысяч граждан по Тюменской области. Расходы составят более 300 миллионов рублей. А восьмикласснику Георгию Войнову сделали тяговый протез у мальчика, врожденная аномалия кисти руки, аплазия. Средства реабилитации по закону положены вообще всем гражданам на инвалидности. Причем льготник может сам выбрать способ получения. Первый – это написать заявление в отделение социального фонда России и в порядке очереди ждать этого обеспечения. Второй способ – это приобрести изделие за собственный счет и подать документы на компенсацию. В тандеме с москвичами из Колково Тюменский реабилитационный центр работает впервые. Изготовили 5 протезов. И это удобно. Пациентам не надо ехать в столицу. Сотрудничество намерены продолжать. Анастасия Лизаревич, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.